Как спеть песню без единого звука? А о чем она объяснить только руками? Девушке из Гродно это не просто удалось. Надежда Маркевич с уникальным номером жестового исполнения поразила жюри, завоевала симпатии телезрителей и прошла в финал народного шоу «Я могу». Как репетируют песни без слов и что нужно знать, чтобы показать песню на английском? Дмитрий Смирнов пообщался с финалисткой. Наш тесный, тесный мирок сберечь. Для человека, не посвященного, такие репетиции выглядят крайне необычно. Чтобы распеться, здесь тренируют пальцы и плавность движения рук. Дело в том, что зритель, для кого эти номера ставят, почти не слышит ни слов, ни самой музыки. Если в каких-то медленных песнях нужно добиться того, чтобы руки не опускались, их нужно держать, думать, где их оставить. В быстрых песнях, наоборот, добиться четкости в жестах. Первую песню на языке глухих здесь поставили 30 лет назад. В то время на вершине хит-парада была «Миллион алых роз». Тогда, в 80-е, организовали даже гастроли гродинского коллектива по странам СССР. Но интересно, что за все это время не было ни одного исполнения иностранного шлягера. Подготовить номер на жестовом языке даже с песней на русском занимает не один час. Разучивать песню, например, на английском еще сложнее. Глухие, они не знают иностранных языков. Наверное, только в том случае можно эту песню поставить, когда они просто выучат дословно, а перевод на русский язык будет. То есть жестовый язык, он же не только русский, он и есть английский, поэтому тут тоже есть накладки. Единственный способ и артисту, и зрителям выучить международный жестовый язык. Это своего рода аналог эсперанта для говорящих. Но даже при этом умении научиться петь руками непросто. Адаптация популярной песни для жестового исполнения занимает обычно несколько часов. И сложность в первую очередь заключается в том, что передать те эпитеты и метафоры, которые придумал поэт, крайне трудно. Изобразить буквально на пальцах фразу «любовь сквозь расстояние» сложно. Жестовый язык предельно конкретен в формулировках. Помимо жестового языка, это идет эмоция на лице, это артикуляция, это надо передать своим выражением лица, своим движением, о чем речь. И тем не менее, Надежде Маркевич, похоже, удалось руками передать и эмоции, и метафоры. Со своим номером девушка вышла в финал шоу «Я могу», которое уже давно стало популярным и не только в Беларуси. Более 12 тысяч просмотров на сайте Белтеля радиокомпании за неделю. Голоса за финалистов приходили из Минска, Бобруйска, Витебска, Гомеля, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Осло и города Бордман в штате Орегон. Когда уже подвели итоги, мне позвонили очень много людей и сказали, какая ваша надежда, молодец. Конечно, мы очень горды за Надю. Конечно, голосовали все родственники, все работники предприятия. Финалиста шоу «Я могу» назовут уже в апреле. Его определят зрители. Смотрите меня на телеканале «Беларусь-1» в финале шоу «Я могу». Дмитрий Смирнов, Виктор Бака, агентство теленовостей.